Здравствуйте, друзья и гости канала. Сегодня 23 февраля. Хочу сразу поздравить всех мужчин, и маленьких, больших, и в возрасте с этим прекрасным праздником, с Днем Защитника Отечества. Ну и, конечно, хочу вам пожелать всего самого наилучшего, чтобы мы защищали свою Родину. Не потому что призвали и сказали, а потому что надо. Потому что надо. Мы сегодня с вами посмотрим обзор, обзор всех объектов, которые строятся по федеральным законам 214, либо которые уже сдались, которые находятся в центральном районе. Что такое центральный район? Центральный район мы будем рассматривать от Мамайки, Новый Сочи, Завокзальный район, конечно же. Потом посмотрим район Макаренко с переходом в КСМ. Ну и, в принципе, все. На самом деле, по идее, здесь, в этом районе есть 19 объектов по ФЗС. Мы возьмем с вами справку какую-нибудь, где-нибудь с Росреестра, именно те объекты, которые строятся по федеральным законам 214. Ну а снимать мы будем всего лишь половину, потому что есть очень много объектов, которые начинали строиться по федеральным законам 214, и были они заморожены. Ну, опять же, есть объекты от нашего прославленного застройщика, я их снимать не буду. Ну и есть у нас часть еще других застройщиков, которые, в принципе, забили огромный болт. Ну, может быть, скользь покажу вам, и все. А то повыйдет, что как будто я рекламирую эти объекты. Хотя, вы знаете, как я отношусь к тем объектам, которые строятся непонятно как. Точнее, не строятся непонятно как. Первый объект, который мы с вами посмотрим, это, конечно же, жилой комплекс «Шоколад». Почему он? Да потому что здесь можно купить большие квартиры от 92 тысяч рублей за квадратный метр. Да, и, в принципе, он на предсдаче. По идее, должен уже в этом году сдаться. Да, сделали детскую площадочку, да, посмотрите, уже, в принципе, полностью готов. Где-то даже уже кто-то не выдержал, уже тюль повесил, да. Люди уже зашли, сказали, да идите вы в одно место ждать этой сдачи и так далее. Этот объект стоялся по федеральным законам 214. Долго у нас откладывали сдачу. Там то один месяц, то второй, то третий. Ну, обещают в этом, да, в конце марта сдать. Не знаю, посмотрим, получится ли не получится. Опять же, да, здесь уже офисы пооткрывали. В общем, все здесь есть. Кстати, сделано все довольно-таки неплохо, да. Из плюсов, это площади есть 30 квадратных метров, вот видовые, да, в сторону моря, вы видите, да, сразу море здесь виднеется. И можно такую квартиру купить за 3 миллиона 200 тысяч. Ну, есть, конечно же, блин, и долбанные минусы. Это автобусная остановка. Пока вы дойдете, пять раз умрете. Смотрите, ну, 500 метров, я не знаю, может быть, кто-то умрет, а кто-то не умрет. Что касается парковки, да, парковка должна быть, по идее, да, ну, вот даже сейчас, да, ну, пока никто не живет, но вы видите, да, припарковаться здесь немножко сложно. Я даже сказал бы не то, что сложно, но очень-очень сложно вот именно найти что-либо. И, конечно же, здесь будет очередной бардак, непонятно как и тому подобное. Да, здесь есть частный сектор, да, здесь есть подземный паркинг, но за него нужно платить. Но, опять же, если мы посмотрим, то паркинг подземный не соответствует количеству квартир, потому что здесь многие квартиры в процессе именно стройки взяли большие квартиры, разделили на маленькие, да. Да, ну, вот такие. И в итоге, получается, планировалась одна площадь, да, и под них получалось разрешение, в том числе с учетом парковочных мест, а по факту получилось другое. Вот именно поэтому есть небольшие проблемы с вводом в эксплуатацию, потому что в процессе, в процессе стройки поменялась, поменялась планировка, извиняюсь. Ну, в любом случае, объект «Шоколад» ФЗ-214, 100 тысяч рублей за квадратный метр, ну, так скажем, та еще сомнительная авантюра. Не может он сильно конкурировать с бочаром в маяком, который находится позади меня, потому что там же за эти деньги можно купить, блин, обалденные квартиры с прямым видом, да, и так далее. Но тот объект у нас уже, так скажем, для нас не актуален, потому что он строился не по федеральному закону 214. Поэтому, ну, примерно так. Но если бы я выбирал бы себе, да, вот скажу честно, мы же смотрим и плюсы, и минусы, я бы, наверное, «Шоколад» бы синий не брал бы, 100%. Я бы взял бы лучше бы, вот он, красавец, который называется «Бочаров маяк». Да, там коммунальные платежи выше, хотя мы не знаем, какие коммунальные платежи будут здесь, может быть, и здесь будет цена выше. Но, опять же, там есть бассейн на крыше и так далее. Хотя тот объект не по ФЗ-214, но тот объект, говорит, давно сдан, там вся сумма в договоре, проходит все виды ипотек, включая военную. В общем, как бы так. Вот с таким конкурентом, ну, тяжело с «Шоколаду» бороться, ну, реально тяжело, точнее, нереально. Здесь цена должна быть, как минимум, там, на 20% ниже. А в итоге цена такая же, а на какие-то квартиры даже цена гораздо выше. Ну, в общем, примерно, ребят, так. Опять же, здесь нет балконов, это тоже большой минус, да, многие хотят квартиру, если брать возле моря, да, хотят балкончик. А вот, например, «Бочаров маяки», там балконы есть. Поэтому, знаете, сузилась целевая аудитория, да, воронка сузилась, и тоже здесь много переуступок и тому подобное. В общем, ребята, ждем, когда он, наконец-то, сдастся. Ну, этот объект строится по ФЗ-214, и, в принципе, он уже построен, и, в принципе, на предсдаче, поэтому я его показал. Я его не считаю проблемным, и нигде у нас не фигурирует, что это объект, какие-то там должны возникнуть проблемы и тому подобное. Поэтому, как бы так, самое интересное, что его построили, да, три Таджика. Вот это я в шоке. Вот если вы увидите мои видеоролики, да, «Шоколад» двухлетней давности, вы посмотрите, там реально, и вот весь этот дом, вот его построили три представителя Таджикистана. Я понял, что строительство Таджикистана – это просто монстры, это, говорю, представляете себе построить 10 этажей без крана, без ничего, понимаете, построили его. Мы сейчас пойдем с вами на другие строечки, там такие бригады будут, там все будут бегать, суетиться, а здесь три человека, не напрягаясь, спокойно, спокойно, в течение двух с половиной лет взяли и построили. Ребят, с Таджикистана вам огромный респект, потому что вы реально иногда творите волшебство. Честное слово. Я внутри был, нет смысла вам сейчас показывать, есть у меня обзор, как бы там эти вагоны, ну, нет смысла вам показывать. Пока мы делаем поверхностный обзор. Если вдруг заинтересует прям конкретной планировки, все, напишите в комментариях, либо напишите мне в WhatsApp, и я с большим удовольствием вам продемонстрирую. Ну, а теперь идем с вами дальше. Так, ребят, хотите прикол? Ну, прям короткая, небольшая пауза. Мы сейчас находимся с вами на улице Бамбуково, и хотел бы показать два объекта по федеральному закону 214, которые у нас как бы продавались, но при этом как бы не построились. И при этом как бы сделки регистрировались, но при этом как бы не регистрировались. При этом как бы его рекламировали этот объект, но как бы не рекламировали. Давайте все по порядку. Итак, ребят, жилой комплекс, который называется у нас Русь. Кстати, нормальный застройщик, порядочный все. Начал строиться, все было хорошо, было дано разрешение и так далее. Но в один прекрасный момент ему там взяли, там, в общем, каким-то чудесным образом администрация аннулировала разрешение. Такое тоже в Сочи бывает. И все. Там у многих похоронены деньги. И на этом все. Некоторые у нас блогеры, да, старички еще, которые были до меня. Вот на этом месте должен был строиться жилой комплекс Нева. Кстати, Антон, тебе огромный привет от меня лично. И смотрите, в чем был прикол. Вот здесь жилой комплекс Нева, который даже не начался строиться. И запустился старт продаж. Это еще был далекий 2015 год. А вот здесь вот Русь уже начала строиться и уже было два этажа. И что в итоге у нас получилось? А получилась у нас интересная ситуация. В общем, вот эти ребята платили 4 тысячи с квадратного метра, а вот эти платили 10 тысяч. И чтобы людей переориентировать на объект Нева, просто взяли, да, просто тупо снимали вот эту стройку, ребят. Эту стройку, этот видеоролик есть на канале. Наверное, у того человека до сих пор не убрал, потому что очень много просмотров. В итоге показывали этот объект и людям впаривали вот этот объект, вот этот непонятно что-то. В итоге что получается? Не тот объект, не тот объект у нас не построился. Но в случае с Русью, там, блин, там просто беспредел Сочи. Я не буду, я как-то снимал видеоролик, где это все я рассказал. Но один мой очень хороший, так скажем, подписчик попросил убрать, чтобы я там на себя не привонил себе целую кучу неприятностей со стороны администрации Сочи, со стороны Краснодара. Администрация и так далее, потому что там реально был беспредел. Ну, сейчас там борются, пробуют что-то все-таки возобновить и так далее. А вот с Невой была ситуация жесткая. Здесь была четкая-четкая спланированная акция, потому что бы, просто чтобы кинуть людей. Понимаете, ребят? Поэтому, конечно же, объекты ФСЛС-14, это, конечно, безопаснее, да, покупка, чем, например, какую-нибудь стройку, как вы говорите, от Ашотика и тому подобное. Но, ребят, и на старуху бывает, сами говорите, знаете, что порнуха, да? В итоге, что я могу сказать? Нужно смотреть, да, чтобы объект был со всеми документами, все как положено. Но, ребят, надо еще смотреть на застройщика, надо смотреть все-таки, как бы оно было разрешение и тому подобное. Какие коммуникации, там, вот эти моменты все нужны. Потому что разрешение на стройку, да, вот по ФСЛС-14 можно купить просто-напросто. А можно просто, там, потратить определенные деньги, да, сделать, там, какие-нибудь бросовые цены в котловане, там. В итоге заработают все, кроме, кроме вот тех людей, которые вложились, да, заработают застройщик, заработают риелторы, которые продают все это, дичь и так далее. Ну, при этом люди, вот я знаю, что с жилого комплекса, мне на том же многие спрашивают, а что с жилым комплексом Нева, мы там купили там-то, там-то. Что с жилым комплексом Русь? Русь, я не знаю, мне кажется, вот сейчас у нас и власть сменится, то, скорее всего, возобновится этот проект. Потому что, говорю, знаю застройщика, он реально порядочный, 100% порядочный. Просто ему сейчас искусственно берут и палки в колеса вставляют. Нет, не буду сейчас все это разлагольствовать, чтобы там не привлекать к этому объекту внимание излишнее. А вот Нева это было чисто кидалово. Ну, 100%, можно было даже к бабке не ходить. Поэтому, ребят, объекты ФЗ-1014 не всегда являются 100% гарантией, что он построится и тому подобное. И, конечно же, раньше, да, до 2015 года не было никаких там страховок и тому подобное. Просто была законная стройка и все. Но с теми же самыми рисками. Поэтому, 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 таких объектов в Сочи очень много. Не буду показывать вам все. Здесь я показал просто пример по поводу того, что у нас бывают недобросовестные, недобросовестные, да, вилтеры в том числе. И говорят, а как нужно было додуматься взять, показывать стройку Нева, да, показывая при этом Русь, да, там не расстояние 50 метров. И, типа, вот люди видели, что все, стройка идет, стройка кипит. И продавать тот объект, у которого моржа там в 2,5 раза больше, чем у того. Ну, это жесть просто, понимаете? Это просто жесть. Поэтому вы, конечно, смотрите всех, ребят, да, там мне там начали хейтить, там, я там взял, там раскритиковал жилой комплекс, который называется «Звездный берег». Ребята, я не раскритиковал, я показал все, как есть. Так же самое, что по ФЗ-1014 я показал фрукты и тому подобное. Вы же хотите не только слышать меня хвалебные, не знаю, там, как это называется слово, ну, ладно, хвалебные вот эти высказывания, чтобы я там аж там, аж давился слюной, говорю, как все хорошо. На этом канале вы узнаете и плюсы, и минусы. Кстати, за минусы часто у нас, получается, определенные там разборки, там даже штрафы были, да, вот я сейчас поеду в Огнесочи, до этого даже 2 раза штрафовали нас 50 тысяч рублей за то, что что-то плохое сказал про Огнесочи. Не то, что плохое, сказал, как есть, ну, и вот за это были. Поэтому имейте в виду, что правда нам, как бы, на канале дается очень сложно, в том числе не только с угрозами, но и в том числе и там есть возможность штрафа и так далее. Потому что, например, когда то или иное агентство недвижимости придет подписывать договор, да, например, там, когда там в договоре прописано, что вы там не имеете права говорить то-то-то-то-то, что и так далее. Ну, знаете, мне лично фиолетово, как бы, да, я работаю в компании, да, я это, ну, у меня есть мое сугубо личное оценочное суждение, поэтому это мое право, как бы, ну, максимум, что я возьму, удалю видеоролик. Ну, ребята, вот примерно так. А мы были с вами в районе Новый Сочи, показал вам на примере двух объектов, которые строились по федеральному закону 214, даже сделки регистрировались в Росреестре, ну, где в одном случае там у Невая были люди просто кинуты, во втором просто-напросто у нас администрация Сочи, да, как бы, каким-то чудесным образом сначала дала разрешение, потом отобрала разрешение, потом еще что-то. Это просто жесть. Застройщик все равно судится, застройщик все равно, предлагаю, делает попытки, да, посмотрим, что из этого получится. Но, если не ошибаюсь, в вот таком состоянии уже стройка здесь идет почти три года, потому что именно, ребят, вот первый дом, в котором он поселился, да, где мы жили с Костей, когда переехали в Сочи, это именно этот дом, так называемый дом Морячка, бамбуковая 42А. Ну что, едем дальше. Ну что, продолжим, давайте покажу вам еще один объект, сейчас мы переместились с вами на Мамайку, ну и вот Волжская 34-2, это у нас Гармония-3. Ну, знаете, почему особо никто из риэлторов не пиарит этот объект, потому что здесь есть действительно квартира по 110 тысяч рублей за квадратный метр, но это будет на первом этаже с видом вот в тот желтенький дом, ребят, чтобы вы понимали. Все остальные квартиры, которые здесь есть, да, в продаже, последний этаж, и последний этаж стоит 160 тысяч рублей за квадратный метр. Блин, ну 160 это дофига, да, за эти деньги уже многие предпочитают взять Посейдон, поэтому, ну, как бы так. Ну, в любом случае, Гармония-3, это объект, который строился по Федеральным законам 214, он построился, и, в принципе, там было все хорошо. А вот сейчас мы с вами сделаем немножко по-другому. Там, кстати, у нас еще есть у нас жилой комплекс Стихидон-2, который строился тоже по Федеральным законам 214, но там осталась одна квартирка с видом непонятно куда. Поэтому давайте мы с вами сделаем чуть-чуть по-другому. С Гармонией мы и Стихидон-3 потихонечку идем в сторону набережной, да, и немножко я тоже вам расскажу страсти-мордасти, но если желаете. Гармония построилась, Стихидон построился, Стихидон-3 классно построился, очень быстро, без задержек, он сдался, ну, прям претензий нет. Гармония, в принципе, да, тоже. Ну, что у Тихого Дона, что у Гармонии цены были такие радужные, как хотелось бы, да. Гармония, вот сколько я можешь посмотреть в мои обзоры, ценник был такой довольно-таки жесткий, да, для того места. И по большому счету, когда у меня клиенты видели варианты того, что можно, например, взять гораздо ближе к морю, мы сейчас посмотрим этот объект, и можно было взять в три раза дешевле, именно в три раза. Понимаете, бывает, когда дешевле там на 10%, да, бывает, когда дешевле на 20%, а бывает, когда дешевле, блин, в три раза, где-то даже в четыре раза. И очень трудно было отрабатывать тельные возражения. Умные, грамотные люди покупали, конечно же, Тихий Дон и Гармонию, ну, и, конечно же, Посидон. А вот, например, люди, которые в меру умные, да, которые считали, что все вокруг тупые, а не самые умные, они покупали у нас в этот объект. Как вы догадались, этот объект, который называется жилой комплекс Фазотрон, так он уже давно стоит. Вот, объект у нас строился по федеральному закону 214, и по большому счету, в принципе, строился в хорошем месте, да, сразу будет апартаментный комплекс, но по федеральному закону 214. Что было хорошего, да, ну, во-первых, застройщик, да, Анзор Пруидзе, смотрите, он сделал вот такую набережную. Я считаю, что набережная, это был шикарный подарок для города. Но при этом эта шикарная набережная не дала застройщику возможность достроить и сдать дом. Сейчас в Краснодаре над ним идут суды, там целая куча вариантов жестких и так далее, и пока ничем не заканчивается. Чтобы вы понимали, жилой комплекс Фазотрон продается у нас по 45 тысяч рублей с квадратного метра. Кто все те люди, которые купили? Конечно, это у нас в первую очередь москвичи, во вторую очередь это местные. Это как раз та каста, которые такие жесткие, жесткие оптимисты. Ну и, конечно же, даже у моего друга, который сдает квартиры, да, сдает квартиры в жилом комплексе, который стоит у нас, вот Монте-Карло, и в жилом комплексе, забыл, Бавария, да, Бавария. И он даже здесь тоже купил, потому что он местный, и считал, что он самый-самый умный, что возьмет здесь студию, будет сдавать ее за 3 тысячи в сутки, и она легко отобьется. Тем более, брал он ее там, не знаю, по 35 тысяч, что ли, по 32 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, знаете что, как бы, когда вот такой ценник, да, в таком расположении, здесь и вот любому человеку, даже самому далекому, будет понятно, что это развод. Вот, и что здесь никак в жизни ничего не достроится, потому что земля безумно дорогая и так далее. Теперь многие задают вопрос, а как же, как же то, что этот объект по федеральным законам 2014, как же страховки, как же то, как же это. Ну, получено было разрешение до 2016 года, поэтому действовали старые правила, а там не было никаких у нас, как вы догадались, страховок и тому подобное. Поэтому здесь только остается, вот сейчас у меня есть одна из подписчиц, которая там в инициативной группе, которая ищет инвесторов, чтобы там достроили, что еще, там площадями расплатились. Ну, не знаю, сомнительная авантюра, потому что я так думаю, что раз под следствием идет застройщик, соответственно, это все в аресте. Не знаю, как это все будет проходить, тем более наложен арест на стройку, да, в том числе. И я не знаю даже, если найду инвестора, как можно возобновить стройку, пока у него там в голове не укладывается. Ну, да ладно. Перед нами виднеется жилой комплекс Посейдон, и там тоже цена 160 тысяч рублей за квадратный метр. В гармонии верхние этажи тоже стоят 160 тысяч рублей за квадратный метр. И знаете, очень сложно переориентировать человека, например, с Посейдона на гармонию, потому что Посейдон получился по-настоящему красивый комплекс, да. Там осталось прям буквально там 10-15 квартир из всего этого комплекса. Там есть консьерж, там есть охрана, там сразу же выход на море. Это квартирник, тоже строился по федеральным законам 114. И, кстати, он почти вовремя сдался. Задержка всего лишь была на 4 месяца. При этом много там чего было интересного. Начинала сначала строить одна компания-подрядчика, потом была другая, третья, четвертая. И все-таки завершили объект компания АЛК+. И они этим гордятся, потому что они смогли в минимально короткие сроки взять и достроить данный объект. Супер, да, конечно, супер. Поэтому АЛК++, да, им еще один такой, скажем, еще одна звездочка на борт. Теперь, что касается ценообразования, да. Мамайка – это ровный район центрального Сочи. Соответственно, отдыхать здесь очень даже хорошо. Например, сейчас приезжает теща в августе месяце. Я, конечно же, ее взял, квартиру снял на Мамайке, да, на две недели. Потому что близко от нас, от улицы транспортная. И здесь ей понравилось. Вот в этом райончике, ну, реально понравилось. Опять же, да, на что стоит обратить внимание, когда покупаете Мамайку? Ну, видите, да, даже праздник, да, 23 февраля, но народа особо нет. Да, иногда появляется. Потому что этот район не предназначен для ПМЖ. Здесь отсутствуют, как таковые, школы, отсутствуют детские сады. Я не имею в виду, я не имею в виду платных. Ну, и, в общем, все в таком духе. Ну, и, опять же, цена за квадратный метр не самая такая радужная. Если же мы возьмем с вами следующие моменты, да. Если мы с вами возьмем ценообразование, ну, знаете, вот если бы я стоял перед выбором, да, у меня есть возможность 160 тысяч рублей за квадратный метр купить что-либо. Ну, ребят, ну, я лучше куплю квартиру по 160 тысяч рублей за квадратный метр, даже по 150, на Первомайской, 21. Я буду знать, что-то я нахожусь в центре. Я там захотел, спустился там на пляж, захотел там, спустился там на Новогинскую аллею, захотел на Платановую аллею, захотел то, захотел это там, ну, как бы, ну, и дураку, понятно. Здесь бы я, конечно, рассматривал, да, вот если бы здесь цена была бы хотя бы до 100 тысяч рублей за квадратный метр, то можно было рассмотреть. Ну, извиняюсь, таких цен здесь нет. Мы сейчас с вами доедем до апартаментного комплекса Крымский, который начинается от 135 тысяч рублей за квадратный метр. Посмотрим его, потому что, в принципе, на апартаментном комплексе Крымский заработать можно. Вы видите, что вокруг все очень дорого, безумно дорого. Не нужно брать во внимание данный жилой комплекс, да, он не показатель. С ценами 45 тысяч рублей за квадратный метр. Но, опять же, есть люди, которые все равно его покупают, они надеются на лучшее. Ну, и вот, тоже я пообщался с представителем администрации, да, да, есть у меня такие люди. И я спросил, что будет с этими объектами по ФЗ-2014 и так далее. На что она мне ответила. Максим говорит, объекты, которые у нас статусом квартиры носят, такие, как, например, та же самая Туапсинская, да, от того же самого застройщика и многие другие объекты, мы их будем брать, мы будем как-то там передавать, достроить и так далее. Потому что понимали прекрасно, что эти квартиры люди брали для ПМЖ и там вложили на последние деньги и так далее. Такие апартаментные комплексы, как Горизонт, такие апартаментные комплексы, как Фазотрон. Само собой, мы прекрасно понимаем, все это понимают, что люди их брали не на последние деньги, потому что надо быть полным дебилом. Это я ее цитирую, это надо быть полным дебилом, чтобы взять, да, и надеяться. И понятно, что люди брали не на последние деньги, брали с целью отдыха, с точки зрения коммерции, с точки зрения заработка, инвестиций и тому подобное. Этими домами, говорит, администрация Сочи заниматься не будет. Все. Такой был ответ. Может быть, что-то и поменяется. Ну, по логике, да, вот если прям логично рассудить, то она, в принципе, права. Да, квартирники люди брали для жизни и так далее. Я сомневаюсь, что люди целенаправленно хотят купить квартиру в 30 квадратных метров, чтобы платить бешеные коммунальные платежи, чтобы жить возле моря. При этом, чтобы не было рядышком ни детского садика, ни одного магазина, ничего не было и так далее. Это уже бред. Ну, конечно, бред. Это, прежде всего, абсурд. Поэтому, поэтому вполне возможно, что такие объекты, те же самые, что ВАНТ начинает там достраивать, начинает достраивать компания Альпика Групп и так далее. А вот апартаменты пока никто не трогает. Ну, и вряд ли будет трогать. Сначала нужно разобраться с квартирниками. Ну, а мы с вами, ребята, идем дальше. Давайте посмотрим с вами еще один объект, который устроится по федеральному закону ВЕС-14 на законных основаниях, как положено, на Мамайке. Ну, давайте посмотрим макет. Сегодня это единственные ребята, которые работают в праздник. Вот такая красивая девочка сидит. Да, поэтому вы можете к ней приезжать. Да, с праздником мужчины. В общем, смотрите, планировка-то хорошая. Планировка, я считаю, что более чем классная. Тем более цена от 116 тысяч рублей за квадратный метр. Понятно, что это за большие квартиры. А вот те квартиры, которые у нас пользуются спросом больше всего, это 37 квадратных метров. Это идеальные квартиры для отдыха. Они у нас начинаются, если не ошибаюсь, от 135 или выше. Да, 130 и так далее. Но, опять же, можно взять в самый верхний этаж и быть просто там выше всех. Просто шикарным обзором. И при этом можно потратить 220 тысяч рублей за квадратный метр. Правильно? Да. Все, 220. Давайте я покажу вам стройку, чтобы вы знали, что даже 23 февраля все строится. Нет у нас, нет точнее, нет у нас отдыха у данных ребят. Ну и, конечно же, конечно же, конечно же, у меня первый вопрос с отдела продаж. Когда будут продажи? Когда будут продажи? Я скажу честно, стройка надежная, реально надежная. Место хорошее. Я как-то снимал обзор полноценно. Можете посмотреть на канале. И знаете что? Как бы здесь спокойно, я могу вот обещать, прям со 100% уверенностью, здесь можно заработать 35% годовых. Это для тех людей, которые хотят заработать на инвестициях. Ну, кто-то скажет, блин, Макс мало, согласен. Но это, ребят, безопасные инвестиции. Это безопасные инвестиции. Конечно, если вдруг хочется заработать больше, можно купить что-нибудь с большой долей риска. Как мне вот в ВКонтакте написал один из моих подписчиков, говорит, Максим, вот вы мне прислали безопасные, пришлите мне опасные. Ребят, ну, я не буду вам присылать опасные. Опасные, так, другим блогерам. Давайте, я за безопасный секс. Грубо звучит? Ну, давайте будем смотреть правде в лицо. Потому что, потому что, я не знаю, там, я думаю, что то чувство от того, что вы там сэкономили на чем-то, да, и потом 3 года у вас, или 4 года, или 10 лет, как в случае с вантовскими домами, у вас заморожено все будет. Но я думаю, вам это удовольствие не принесет. Поэтому давайте за безопасность. Вот это безопасный объект. 35% годовых вам обеспечено. Ни один банк вам не даст больше. Поэтому, ну, это минимум, которое я говорю. Вполне возможно, что можно заработать гораздо больше. Ну, посмотрим, увидим, да, поживем, увидим. Поэтому для инвестиций я считаю, что он подходит. И вам его советую. И опять же, безопасно. Эта безопасность должна быть на первом месте. Едем дальше. Скажем еще один объект, который строится рядышком с Сочинским государственным университетом. И называется данный жилой комплекс «Лидер». Да-да-да, вырос на том месте, где было кое-что другое. О чем мне говорят, о чем мне учат в школе. В любом случае, стройка довольно-таки динамичная. Да, строится очень даже быстро. И цена у данного объекта сейчас за большие квадратуры 90 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и, соответственно, квадратуры, которые самые популярные, они уже все по переуступке. Ну, реально люди раскупили еще на стадии котлована. Почему? У застройщика хорошая репутация. Застроил все Макаренко, да. Сейчас он строит жилой комплекс «Звезда», который у нас в Лазаревском районе. Ну, застройщик нормально показал, как бы, что он умеет строить, умеет находить общий язык. Притом, со всеми, может. Единственное, что, скажем, препятствует у нас строительство, это те люди, да, где на предыдущем месте было, там, как бы, ну, определенное строение. Был сгутик парк. В общем, они все друг с другом бодаются и пытаются найти компромисс. Да, и... В общем, пока идет, пока не могу вам ничего точно сказать, но обязательно я сниму по этому поводу сюжет. В целом, стройка довольно-таки неплохая, особенно для тех, кто хочет ровную поверхность, особенно для тех, у кого не хватает денег на жилой комплекс «Раза, два, три», и для тех, кто не хочет общежития в виде жилого комплекса «Раза, два, три», именно общежития. И сейчас в это общежитие мы с вами доедем. В любом случае, объект строится по федеральному закону 114, со всеми разрешающими документами, темп хороший. И я думаю, что он построится у нас, издастся вовремя. Ну, и, конечно, по соседству институт, рядышком школа, детский сад тоже дает определенные плюсы данному жилому комплексу. Ну, и мы можем даже с вами в бабки не ходить и можем прогнозировать, что ценник будет не менее чем 120-125 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, не будет он дешевле, чем жилой комплекс «Раза, два, три». Потому что, потому что здесь очень много своих плюсов. Ну, что, ребят, едем с вами дальше. Ну, что, продолжаем. И мы сейчас с вами оказались в самом дорогом общежитии, так называемом, в городе Сочи. Как и почему общежитие? Очень много квартир, да, и так далее. Поэтому называют у нас диетры иногда общежитием. Что из себя представляет данный жилой комплекс? Это, конечно, жилой комплекс «Раза, два, три». Два корпуса сданы. Ну, остальные корпусы у нас... Точнее, не остальные, а остальной, последний. Он у нас в процессе, да. Что касается парковочных мест. Ну, пока в целом, смотрю, вроде бы как хватает, да. Ну, нет. И опять же, учитывая, что все-таки здесь пока еще до конца не заселен, то с парковками здесь очень даже тяжело. Должны были построить школу, не построили. В общем, как это всегда у нас и принято. Ну, зато, вот видите, здесь сделали такую хорошую территорию, да, где можно было немножко посидеть, детская площадка. Ну, и вокруг вот у нас вот такой вот старый фонд. В целом, да, довольно-таки все неплохо. Некоторые уже сделали ремонт, некоторые пытаются уже жить. Везде баннера, само собой, разумеешься. Ну, и на этом, наверное, у нас все. Что касается места, да. Как я отношусь к жилому комплексу раза в три? Да, никак я не отношусь. Мне лично, как бы, мне не нравятся малоэтажные дома. Ну, вот реально мне не нравятся. Ну, и вот такие дома мне тоже точно не нравятся. Одно дело, когда ты там покупаешь там квартиру в первомайке, где-нибудь свечки, это одно дело. А другое дело, когда ты покупаешь вот, ну, здесь вот. Вот я точно не хочу вот. Потому что, говорю, здесь даже еще видно, да, что почти все квартиры пустые, но при этом уже машину негде поставить. Отсюда мы делаем с вами неудившительный вывод. Кому подойдет данный жилой комплекс? Да, в принципе, кому нужна ровная поверхность, кого не смущает, что до моря нужно, по принципу, пошел и сдох, то для вас подойдет. Цена 125 тысяч рублей за квадратный метр. Дорого это или мало, я не знаю. Ну, опять же, да, вот многие спрашивают, почему здесь такой срач, почему застройщика не обязали там ничего сделать. Ну, мы уже знаем, да, что такое инициатива. Когда у нас там жилой комплекс Босфор, жилой комплекс Царицыно, взяли и облагородили территорию, да, тем самым получилась водоохранная территория, и в итоге у них там появлялись те или иные проблемы. Поэтому здесь, я думаю, трогать ничего не стали. Ну, хотя, вот, думаю, вот здесь можно было сделать тротуар какой-нибудь, да. Ну, посмотрите, это просто трэш, да, идти в центр вот по такой дороге. Не знаю, здесь, конечно, тоже мусор, тоже есть все. Я не знаю, мне это место не нравится, знаете. Кто-то говорит, там ровная поверхность, Сочи, да, блин. Ровная поверхность. Я лучше буду в горах, в косогорах бегать, чем я буду вот на такой ровной поверхности, непонятно как. Притом, ни одного пешеходного перехода я не увидел, да, через улицу и тому подобное. Нет, ребят, на любителя, опять же, 125 тысяч рублей за квадратный метр. Если нравится, конечно же, покупаем. По поводу инвестиций, можно ли здесь заработать? Да, есть люди, которые заработали, но здесь инвестиции получились долгие. В каком плане долгие? Ну, долг он сдавался. Он сдался там на полтора года позже положенного срока, поэтому здесь получились инвестиции долгие. Но есть люди, которые заработали, потому что в Сочи на любую недвижимость заработать можно. Просто где-то есть быстрые инвестиции, а где-то долгие. Здесь были долгие. Итак, цена 125 тысяч рублей за квадратный метр, два корпуса сданы, можно подобрать для себя оптимальную квартиру Кто здесь покупал, те, кому нужны высотные здания, кому нравится именно в таком формате Ну, на любителях, например, я сколько раз сюда с клиентами не ездил, у меня ни один клиент не захотел здесь купить Ну, ни один клиент, я не знаю почему Может, потому что я притягиваю к себе клиентов, к себе подобных, у которых такое же мышление, как у меня Который также рассуждает, да, одинаковые ценности, я не знаю, с чем это связано В общем, ребят, едем с вами дальше Ну что, ребят, продолжаем, посмотрим, давайте с вами жилой комплекс, который называется как? Ну-ка, давайте, кто скажет, все верно, огни Сочи, да, почти достроился, почти сдался, почти ввелся в эксплуатацию Почти, 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 все в течение полутора месяцев будет готово Итак, квартиры здесь начинаются от 150 тысяч рублей за квадратный метр Соответственно, можно здесь приобрести Ну, сразу говорю, есть и инвесторские квартиры, которые будут по цене гораздо ниже рынка Комплекс получился довольно-таки неплохой Парковочные места все раскуплены И когда у меня клиент спросил, может ли купить парковочное место, сказали нет Поэтому я думаю, что с парковками, скорее всего, будет небольшая напряженка Ну как, ну вот, это, наверное, не то, что небольшая напряженка, но нормально, да Опять же, рядышком располагается у нас жилой комплекс «Гулливер», что составляет жесткую конкуренцию, особенно по большим квартирам Ну, а вот маленькие квартиры, особенно 55 квадратных метров, с большим удовольствием берут Достоинство – это территория, само собой Достоинство – это то, что, в принципе, дом уже построен, да Сейчас прямо еще пару месяцев и полностью ведут его в эксплуатацию, полноценно заживет Минусы – это все-таки высокие коммунальные платежи, как ни крути, да, по меркам Сочи Из минусов – это планировки не всех устраивают Потому что там везде монолит, там ничего нельзя переделать и так далее Ну, в целом, комплекс неплохой Ну, я считаю, что неплохой Но, опять же, да, все познается сравнением Цена примерно одинакова, что у Агнея Сочи, что, например, вот у Сокола, да Ну, Сокол располагается у нас гораздо интереснее, ну, с точки зрения локации Мы едем с вами на Сокол Ну, к жилому комплексу Агнея Сочи тоже хорошо отношусь, нормально Просто, знаете, бывает же такое, что этот объект тебе не заходит Вот с самого начала он тебе не зашел Бывает же такое, вот, там, и у нас были мотивация такая хорошая Там, и вроде раздавали айфоны, раздавали макбуки, моноблоки эппловские Все, подарки шикарные, там, за продажи все Ну, блин, ну, бывает, что именно тебе не заходит Ну, бывает же такое У меня он почему-то не зашел Потому что я смотрю все вокруг И, блин, я точно не хотел бы вот здесь вот жить Вот в этом месте точно не хотел бы жить Ну, и давайте с вами проедем к жилой комплекс Сокол Потому что Сокол тот, тот, блин Там, 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 там Ну что, ребят, вот мы и доехали от того из самых топовых жилых комплексов Которые есть в Сочи Это жилой комплекс Сокол Я так в него не верил, если честно Но он такой получился интересный и классный Вот такой, да, у нас Вот такой Ну, и, конечно же, когда у меня стоит выбор, что лучше продать, да Из центра, конечно же, мы выбираем жилой комплекс Сокол Здесь хорошая территория Все красиво сделано, да Все документы получены На забор, ой, на ремонт запущены Там фонтанчик здесь есть, да Такие всевозможные белочки, заебелочки и тому подобное Все супер, все классно Опять же, наверху детская площадка Комплекс хороший получился Но ценник 220 тысяч рублей за квадратный метр Я помню те времена, когда здесь можно было купить по 75 Но эти времена давно уже ушли И, конечно же, все Остается только мечта, мечта и еще раз мечта Теперь, что касается ценообразования, да Кто-то скажет, Макс, мы видели квартиру за 3 миллиона 200 Да, это в Соколе на парковке Такая квартира имеется Да, это у нас А так, в целом, здесь, если что-то мы будем смотреть с вами То это ценники начинаются от 220 тысяч рублей За квадратный метр, да, здрасте Да, сейчас пару минут 223 тысяч рублей за квадрат В общем, нормальный комплекс Я его снимал с квадрокоптера Отсюда, можете видеоролик посмотреть на канале Все здесь есть Ходили, показывали Ну что, ну а теперь мы с вами едем дальше Собом минусы Минусы тоже есть Минусы это окружение, да Вот это вокруг Это тоже депрессивный, да Вот эта крыша страшная, блин Старый фон страшный, да Есть такой, да Такой красивый оазис посередине Вот, например, старинного депрессника Да, такое есть Согласен с вами Но Сокол Это у нас на данном этапе Самый хороший, самый безопасный Самый центральный объект Который построился за последний год В центральном районе Да, потому что, как ни курти Огни Сочи Это все-таки у нас завокзальный район Даже конец завокзального района А жилой комплекс Сокол Это центр Центр Поэтому, ребят Мой выбор, да Я себе выбирал бы между этими двумя Конечно, однозначно Сокол Ну и в Соколе свои минусы Это низкие потолки Ну, реально низкие потолки И так далее Хотя я за высотой потолков не бегу 85 квадратных метров Мне там безумно нравится Смотрите обзор У меня на канале полноценный Но Но, 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 но Ну, за эти деньги, скажу честно Я бы взял бы Лучше уже готово построен объект Который уже отстоялся лет 5-6 Это 1-майская 21 Потому что, ну, блин Имея там бюджет Там, например, на покупку 85 квадратных метров Там около 18 миллионов рублей Там, да, 18 Там, 20 миллионов Да, блин Да я лучше там за эти деньги Взял бы 1-майскую по 150 тысяч рублей За квадратный метр Площадь была бы гораздо больше Потолки высокие Автономное Отопление газовое, да В том случае Когда ты берешь машину Например Знаете, такой вот Берешь машину Какой-нибудь там Крузак, да, берешь Который там Питается газом И так далее И все Ты вроде взял Там большая машина Все А там на ГСМ копейки На все копейки И так далее И другое дело Когда ты там взял Там, не знаю Там, машину Например, поменьше Например, BMW X5 Да С 460 лошадиными силами Там с расходом В 25 литров И так далее Ну, не знаю Не знаю С точки зрения практики Лучше, конечно Взять 1-майскую 21 Ну, а с точки зрения Хорошего понта Да, как BMW Блин, конечно Однозначно Сокол Сокол рулит Это самый понтовый Объект сейчас В Сочи Понтов здесь Выше крыши Почти Дошли до Слово логического Завершения Оказались мы С вами на Донской Смотрим с вами Стройку Стройка идет Федеральный закон 214 Называется Жилой комплекс Меридиан Строит Ребята С Кемерово Все хорошо Строят Уже В принципе Под крышей Его возвели Что здесь будет Паркинг Закрытая территория Дорогие Подъезды В общем Все будет Со вкусом Дом будет По-настоящему Бизнес-классом Мне кто-то скажет Макс Какой же это бизнес-класс Если Он идет Каркас Монолитный Заполнение Керозитовым блоком Да, ребят Да Идет именно Так Но за счет Этого Можно Распланировать Квартиры Так как вам Нужны Опять же Вид на море Начинает со второго этажа Тоже как-то я снимал Обзор Прям совсем недавно С квадрокоптера Тоже снимал Сегодня погода Не очень хорошая Не очень летная Поэтому Даже близко Ничего не буду Летать Потому что Так и так Уже Долетался Офигеть Ну и давайте Пообъеделимся Вот 100 тысяч рублей За квадратный метр Здесь можно посмотреть У меня есть инвесторские Предложения Простые Предложения В общем Я думаю Что в конце года Он сдастся Напротив Него Есть Жилой комплекс Который называется Три капитана Один корпус Сдался Два корпуса Не сданы Хотя Должны Сдаться Еще Тогда Тогда Я туда Не поеду Потому что Мне туда дорога Не нравится Меня там трясет И у меня такое чувство Что меня там Кто-то протаранит Постоянно Не покидает Поэтому так скажу В том доме Который у нас Сдался Там квартир В продаже нет Есть какие-то Перепродажи И все А те квартиры Которые у нас Не сдались еще У меня нет желания Там продавать Потому что Непонятно Потому что Сдадутся Или не сдадутся Одному только Мы сейчас хотели Сказать Богу известно Да нифига не угадали Одному только Пахому известно Понимаете Поэтому Пускай они Сдадутся И потом Будут с большим удовольствием Продавать Пока я не готов Сомнительная авантюра Опять же Сделки у нас Регистрируются В Росреестре Но при этом Нужно понимать Что ни страховки Ничего такого нету И там Насколько я знаю Жесткие условия Там нужно сделать парковку И пока Они это не сделают Они пока делать Это не собираются То эти два дома В единой эксплуатации Не будут Поэтому по мне Лучше что-то продать Такое максимально безопасное Тем более Посмотрели в предыдущем Видеоролике Что ФЗ-214 Не является 100% гарантом В том Что будет все хорошо Зависит много От внешних сил Включая Застройщика Включая Там Непонятных Подрядчиков И включая Конечно же Администрацию Сочи Да ребята Именно так Поэтому Давайте посмотрим Последний Жилой комплекс Который находится На центральном районе Это Жилой комплекс Который называется Новая Заря И Там у меня Отдельные будут Моменты Крайний объект Крайний объект Который называется Жилой комплекс Новая Заря Раз Два Три дома Потом еще Два дома Потом еще один Шесть домов На этой территории Низ Донской Да В отличие от того же Самого Жилого комплекса Мердиан Тут конечно же Есть и рыночек То и сё В общем всё есть Домик довольно-таки Неплохо Да У нас Генеральные подрядчики Это компания АЛК АЛК Плюс-плюс Поэтому ребята Строить умеют Можете посмотреть Жилой комплекс Кватро Жилой комплекс Место под солнцем Ну реально Строить они умеют Жилой комплекс Посидон Мы с вами смотрели Сегодня же Да Они же тоже у нас Были генеральные подрядчики В общем Строится все Довольно-таки хорошо И так далее По ценовой политике Блин 138 тысяч рублей За квадратный метр Да Были времена Когда продавалось По 85 Согласен А сейчас 138 Кто-то спросит Есть ли инвесторские квартиры Да ребят Инвесторские квартиры Есть Есть ниже рынка В том числе Но 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 Давайте смотреть Правде в лицо Очень тяжело Здесь продавать Инвесторские квартиры Скажи честно Почему тяжело Ответ Очень-очень прост Потому что Ну Знаете Потому что Потому что Не все У нас Застройщики Хорошо относятся К инвесторам И по большому счету Задача в первую очередь Продать свои квартиры Свои площади То же самое Что это было Раньше в огнях Сочи То же самое Что это было В жилом комплексе Раз, два, три В общем Переуступку Там 50 причин Найдут Чтобы там не подписывать Потом постараются Вашего клиента Как-нибудь переориентировать Что-то ему продать Вокруг до около И так далее Поэтому Здесь я С инвесторскими квартирами Не заморачиваюсь Не считаю нужным Потому что Говорю Это акция Возьми И потеряй клиента Потому что Обязательно Начнут перебивать Что-то еще Что-то делать И так далее От застройщика Можно купить квартиры По цене 138 тысяч рублей За квадратный метр Комплекс Сказать неплохой Мне лично нравится Хорошая планировка 52 квадратных метра Ну Ну реально классно И В целом Мне лично Ну Комплекс нравится Ну 100% нравится Поэтому Это жилой комплекс Который называется У нас Новая Заря Я рекомендую Нормальный объект Да Как бы Особо не заработаешь Еще раз повторюсь Потому что Потому что Пока все не будет Продано Замучиться Вы там Перепродавать По переуступке И так далее Но для себя Брать можно Однозначно Для себя брать можно Ну что Ребят Давайте Подведем с вами Все-таки Итоги Мы сегодня С вами Поснимали Объекты Все объекты Сняли Ну за исключением Я не стал Снимать вам Жилой комплекс Который у нас Туапсинский Это проблемно Я не стал Снимать вам Хорошее Безопасное Мы с вами Конечно же Все это Посмотрели Это центральный район Кто-то скажет Макс Макс Ну так Обычно Говорит Макс Да Я говорю Да Слушай вас Обычно А где же Объект Который Называется Маэстро А где же Там объект Кто-то Этот Ребят Давайте Не будем Забывать Что Все-таки У нас Его понимание Хотя Я соглашусь Что Может Сюда же У нас Отнести И район Низ Светланы И может Быть и Бытку И все Но это Будет В отдельном Обзоре Который Будет Называется Все Флзшные Объекты Хосинского Района Сюда Будет Входить Мацеста Сюда Будет Входить У нас Район Который Называется Благодать И так Далее Если Вам Интересно Пишите В комментариях Под этим Видеороликом Скажешь Макс Нам Интересно Посмотреть Эти Объекты В Хосинском Районе В самом Зеленом Районе Города Сочи И так Далее Ну и Давайте Подведем Все-таки Итоги Что Здесь Мне Нравится Что Здесь Мне Нравится Что Я Вам Рекомендовал А Что Я Вам Не Рекомендовал Ну Смотрите Если Хочется Заработать Однозначно Нужно Рассматривать Крымские Ну Как Не Хруйте Здесь Можешь Заработать Апартаментный Комплекс Крымский Это Первое Второе Если Хочется Для себя Жить Купить Чтобы Был Шикарный Вид И тому Подобное То Однозначно Это Жилой Комплекс Который Будет Назоваться Недорогой Это Будет Назоваться Мердиан Если Хочется Жить Относительно На Ровной Поверхность Чтобы Рядышком Был Магазинчик Там Еще Что Нибудь Это Новая Заря Но Опять Ж В Новой Заре Вы Постоянно Будете Слышать Автомобили Постоянно Будете Дышать В Этими Выхлопами Ну Сто Процентов Именно Поэтому Я Себе Этот Жилой Комплекс Не Рассматривал Да Ну Как Б Основной Если Все Хочется Готовый Дом Без Рисков Без Ничего Чтобы Там Были Фонтанчик Хорош Придумая Территория И так Далее Блин Ну Это Сокол Как Не Крути Ну Надо 220 Тысяч Близ За Квадратный Метр Если Все Таки Вы Настроены Всю Жизнь Провести В больнице Если Вы Настроены Что Приедет В Сочи Будете Постоянно Постоянно Ходить По больницам По поликлиникам И так Далее Ребят Ваш Вариант Это Огни Сочи Ну Реально Очень Близко Он Находится Ко всей Инфраструктуре Больничной И Это Ваш Вариант 100% Реально Всех Людей Которые Болеют Которые Хотят Болеть Потому Что Чем Больше Мы Думаем О Чем Либо Да Если Мы Много Думаем Про Больницы Значит Будем Болеть Если Много Мы Думаем О Своем Здоровье Непонятно Как В кавычках Значит У вас Всегда Будет Проблема Здоровья И Огни Сочи В этом Случа Оптимальный Вариант Если Да Если Хочется Взять Объект В центральном Районе Максимально Близко К Морю Блин Посейдон Там Да Осталось Там 10 12 Квартир Но Они Есть Они Есть 160 170 180 Рублей За Квадратный Метр И Прямо Жилой Комплекс Квартирник На самом Берегу Своим Пляжем Это Супер Это Офигенно Я Тоже С Большим Удовольствием Взял Квартирку Это Знаете Вот Я Еду Сейчас На Автомобиле Это Жилой Комплекс Кватора Я На Нем Еду Ну Либо Жилой Комплекс Комплекс Который Называется Например Называется Новый Заряд Практично Удобный Да Там Вида Нет Там Еще Что Нет Да Там Комфорта Нет Ну Нормально Как бы Все Берешь Там Недорого Обслуживания И так Далее А вот Жилой Комплекс Посейдон Это БМВ Да Это Квартира Для души Да Это Для эмоций Да Просто Брать Квартиру В Посейдоне И жить Там На ПМЖ И так Далее Это Идиотизм Это Все равно Что брать В качестве Основной Машины Это БМВ Кабриолет Но Это Одно И то же Тупизм Вверх В воды Но Если Вдруг Позволяет У вас Бюджет И позволяет Иметь Вторую Машину В семье В данном Случа Вторую Квартиру В семье То Я Рекомендую Если Мы Рассмотрим Остальные Объекты Жилой Комплекс Шоколад Не туда И не сюда Не Понятно Что Не могу Сказать Целевую Аудиторию Которому Подойдет Потому Что До пляжа Пока Дойдешь Пять раз Дохнешь До автобуса Остановки Далеко Школ Ни фига Нет Ничего И Непонятно Балконов Нет Дебильные Планировки С парковками Непонятно Что там Будет Ну Не знаю Можно купить Не знаю Для кого Подойдет Честно Скажу Не знаю Целевую Аудиторию Ну И Опять То же Самое Жилой Комплекс Гармония 3 Блин Ну Это Нужно Быть Очень Жестким Фанатом Жилого Комплекса Чтобы Выбирая Между Объектов Между Гармонии 3 И Выбирая Между Например Того Объекта Который Называется Посейдон Выбирать Гармонию 3 Ну Посейдон Согласна Ну И Опять Ж Да И Те Люди Которые Считают Что Цены В Сочи Высокие Необоснованно Высокие И Что Риелторы Пытаются Вас Обмануть Развести Вас И так Далее И Вы Считаете Что Вы Самые Умные Самые Образованные Там Подобные Для Вас Жилой Комплекс Фазатрон Для Вас Жилой Комплекс Туапсинский Для Жилой Комплекс Русь Для Вас Жилой Комплекс Ямайка И так Далее Это Все Те У нас Которые Проблемные Объекты Где Ценник Фигурирует От 40 до 60 тысяч Рублей За Квадратный Метр И Где В принципе Вы Можете Сделать Вид Что Вы Гораздо Умнее Взяли Гораздо Дешевле На 30 Какой Там В 3 Раза Дешевле Аналогичных Объектов И Ждать У Черного Моря В Сочи Погода Погода В виде Того Что Застройщик Решит Все-таки Достроить Что Администрация Сочи Не будет Препятствовать И так Далее Ну Примерно Так Отсюда Мы с вами Делаем Неутешительный Вывод Центральный Сочи Начинается От 100 тысяч Рублей За Квадрат И У нас Наш Обзор Не попал Жилой Комплекс Грант Потому Что Последняя Квартира Которая Там Была Куплена За нее Отдали Задаток И так Дали Поэтому Я снимал Те объекты Где еще Есть возможность Купить Ту или иную Квартиру Все Ребят На этом Мы с вами Заканчиваем Обзор Всех Строй Которые По федеральным Законам 214 В нашем Сочи И Конечно же Я за Безопасные Покупки Я за Безопасность Если Вдруг Вы решили Немножко Заработать Денег То Я Рекомендую Рассмотреть Жилой Комплекс Крымский Ну И Тоже Такая Фишка Зачем Нам Обращаться К риэлтору Когда Можем Напрямую Подойти И Продать Купить Квартиру В жилом Комплексе Крымский Жилой Комплекс Новая Заря И так Далее Ребят Такие Есть 100% Такие Ну Что Я могу Вам Сказать Вы Молодцы Что Есть И Таких Людей Сейчас Ко Мне Обращается Очень Много Которые Просят Чтобы Я Помог Перепродать Квартиру Чтобы Работать И так Далее Но Я Всех Технично Посылаю В отдел Продаж Там Где Они Купили Потому Что Инвестиции Это Не Только Купить Инвестиции В первую очередь Нужно Думать Кто Будет Вам Продавать Поэтому За Те Клиентов Которые Инвестируют Далее Предлагаю Там У меня Коллеги Работу Предлагают А Это Те Квартиры Которые Куплены Не у Меня Но Куплены По Моим Рекомендациям И так Далее И так Далее Эти Люди У меня Идут Хитрожопые Или Еще Какие Они Идут Лесом Поэтому Можете Ко Не обращаться С Вашими Перепродажами И Тому Подобно Продавайте Их Сами Или Продавайте Через Того Риэлтора Через Которого Вы Купили На Вопрос Или На Ответ А Риэлтор Уже Не Работает В Сочи И так Далее Ваши Проблемы Зачем Мне Ваша Проблема Мне Не нужны Ваши Проблемы Или Я Купил Напрямую У застройщика Жилом Комплекса Новая Заря Ребят Продавайте Напрямую Эту Квартиру Жилом Квартиру Продавать Вы Ему Даром Не Нужны С Вашей Квартирой Вашу Квартиру Только Может Продавать Какой Нормальный Порядочный Риэлтор При Условии Если Вы Порядочный Риэлтор Купили Все Ребят Вам Хорошее Настроение Если Вдруг Обзор Понравился Ставьте Лайк Я Понимаю Что Дизлайки Поставят Нас Те Самые Люди Которые Услышали Про свой Объект Что Плохое Услышали Правду Я Правду Говорил И Поставят Дизлайки Те Люди Которые Купили Напрямую Или Еще Что Сейчас Пытаются Заработать Не Получить Заработать Потому Что Все Риэлторы Посылают К тому Риэлтору Купили Либо В отдел Продаж И Они Зависти Поставят Ну А Вы Для Тех Людей Нормальной Для Которых Я Потратил Сегодня 23 Февраля Еще Раз Всех С праздником Сейчас Едем На другой Прокат Если Вам понравилась Моя работа Проделанная 23 Февраля В субботу Когда все Отдыхают Бухают Развлекаются Ставьте лайк Мне будет Очень приятно И тогда Я точно Сниму Еще Хостинский Район И Адверский Район А теперь Всем пока И скоро Я сниму Еще Одно Видеоролик Если Здесь Мы Соберем С вами 500 Лайков Я соберу Сегодня Видеоролик Объектов Не по Федеральному Закону 214 Но это Те Топовые Объекты Которые Подходят Для Инвестиций Но Которые Ни один Риэлтор Вам Не покажет Потому Что С них Маленький Процент Заработок Но При этом С них Большой Процент Для Клиентов Для Инвесторов Которые Хотят Там Заработать Такие Объекты Не Ни один Я посмотрел Я специально Вчера Их Позабивал В интернете Ни один Риэлтор Эти объекты Не показывает Либо Они Не знают Про эти Объекты В чем Я сомневаюсь Либо Либо же Они Целенаправленно Просто Не хотят Зарабатывать Меньше И тому подобное Поэтому Ребят Если Вдруг Интересует Такое Пишите Я с большим Довольствием Помогу Вам Заработать На инвестициях В городе Сочи А теперь Пока